Открыли навигацию, сходили на экскурсию, упомянули родных и обеспокоились ростом уровня рек. Жителям областного центра на уходящей неделе скучать было некогда. Самые интересные темы легли в основу сюжетов наших корреспондентов. Их покажем в ближайшие полчаса. В эфире выпуск итоговой программы «Город. События. Люди». Начнем с анонса. То, что будет идти на Благовещенском на уровень Амура и Зеи в черте города, не влияет. Большая вода. Быстро растущий уровень рек Зеи и Амура растревожил жителей областного центра. Синоптики назвали ситуацию нетипичной. На следующий год уже, конечно, будет понятно, насколько комфортно оно вообще себя чувствует в наших условиях. Воспитанники Баумшули. В Благовещенск привезли ценный груз из Германии. Европейские липы украсят центральную площадь областного центра. Мы узнавали и в администрации, и в мэрии. Никакого строительства не назначается здесь и не будет. Для чего тогда вот это все затеяли? По гостнепарковкам. В родительский день в Благовещенске приступили к очистке Вознесенского кладбища от незаконных гаражей. Так как она плакала у меня почти всю экскурсию, поэтому пока... Смотрели в полглаза, слушали в полуха. В Амурской столице прошла первая краеведческая экскурсия для мам с малышами. Подъем уровня Зеи и Амура не на шутку растревожил горожан в начале недели. Реки в районе Благовещенска прибавляли по 20-70 сантиметров ежедневно. И только в конце недели пошли на спад. По словам синоптикам, всему виной неравномерное вскрытие рек на севере области. К чему готовятся горожанам и как на ситуацию могут повлиять дожди, разузнала наш корреспондент. Нижний и средний ярус берега укрепления в районе Лазурного берега скрыли воды Зеи. Стремительный подъем реки начался на выходных. Подрядчику пришлось быстро сворачивать работы на нижних уровнях, но простаивать нельзя. На сегодняшний день можем только выполнять работы касаемо сверху сооружения. Это такая работа, как устройство ливневой канализации. На остальных участках работы пока прекращены. Есть опасания подмыва основания конструктива. Будем проводить ревизию после того, как уровень воды спадет. Там уже будем смотреть, какие конструкции, может быть, где-то подошли. Будем восстанавливать. Другой подрядчик, который занимается берегоукреплением реки Амур на Серебряной миле, о том, что вода зашла на территорию проводимых работ, не беспокоится. Натиск реки позволяет сдерживать конструкции, которые здесь установили ранее. Оптимизма добавляет и прогноз специалистов городского управления по чрезвычайным ситуациям. Амур на днях начнет убывать. Мониторинг идет через гидрометеоцентр. Стоят обязательно гидропосты на Амуре и Назее, который дает нам информацию в режиме онлайн. И также Центр управления кризисных ситуаций, Главное управление МЧС России, с ЕДД взаимодействие организовано. Нам постоянно дают свежую информацию, анализ всей обстановки. Поэтому, конечно, следим. Нетипичную для Майя обстановку с поднятием уровня воды спровоцировало ранее и местами неравномерное вскрытие рек в северных районах области, говорят синоптики. Их китайские коллеги винят в паводке. А в районе Хэйхэ такого подъема Амура не фиксировали с 2003 года резкое потепление и дожди. В среду циклон из Поднебесной переместился в Амурскую область. Он принес грозы, а местами прошел град. То, что будет идти над Благовещенском на уровень Амура и Зеи в черте города, не влияет. Дело в том, что этот уровень повышает вода, которая спускается с верхнего Амура. То есть, ну, уже основной путь этой воды прошел. Осадки задержатся в городе до конца недели, а к выходным усилятся. Как и ветер. В порывах он будет достигать 10-11 метров в секунду. В среду он уже успел отличиться в Благовещенске. В микрорайоне стихия сорвала с дворовой постройки крышу и придавила ею легковой автомобиль. Пострадало только авто. Сразу после продолжительных выходных в городе начались гидравлические испытания. С утра вторника всех без исключения потребителей отключили от горячего водоснабжения. Вернуть услугу обещали к вечеру четверга. Однако многие благовещенцы ее так и не увидели. Коммунальное благо возвращали постепенно и последовательно. К вечеру пятницы его предоставили всем горожанам, дома которых не попали в список адресов, где на сетях выявили дефекты. Участков, где в ближайшие дни пройдет ремонт, 10. Среди них район улицы Лозо-2, улица Кузнечная от Амурской до Краснофлотской, Шимановского от улицы Амурской до Горького, квадрат улиц Шевченко, Красноармейская, Горького, 50-летие октября, улица Богдана Хмельницкого 31, 42 и 35, квадрат улиц Мухина, Краснофлотская, Калинино-Зейская, участок улицы 50-летие октября между улицей Текстильной и Гражданской, жилые дома под номерами 13, 15 и 17 на Игнатьевском шоссе, квадрат улиц Студенческая, Воронково, Кантемирово, Институтской. До 21 мая горячей воды не будет и в районе от Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской. Здесь начался плановый ремонт сетей и оборудования. И к другим темам. Необычный груз в амурскую столицу рано утром в четверг доставила фура. За 10 дней авто преодолело 13 тысяч километров. Встречать и даже разгружать его прилетели специалисты из Москвы и Хабаровска. Наша съемочная группа первой заглянула под полок грузовика и узнала, что там. Разгрузка 30-летних лип – процесс ювелирный. Для этого инженер из Москвы не только прилетела сама, но и привезла своего стропольщика. Татьяна Свяжина с растениями из немецкого питомника «Лапен» работает больше 15 лет. И именно владельцы этого питомника попросили специалиста помочь в Благовещенске. Липы европейские типа «Лапен» уникальны. Такие семья из Дюссельдорфа выращивает больше сотни лет. Причем это не просто питомник, а баумшули – школа деревьев. То есть там их учат жить в любой среде. Главное отличие в том, что это не привитое дерево, а выращенное из корня. Проще говоря, маленькую веточку достали из большого пня, маточника, и посадили в горшочек. До высоты 6-8 метров оно вырастает за 25-30 лет. Через каждые 3-4-5 лет, в зависимости от возраста, корневую систему из земли вытаскивают, пересажив в другое место. Чем самым обрезают маленькие корни. Дерево опять начинает такой стресс. Причем все обрезали, ноги обрезали. Оно снова начинает нарастать. Эта корневая система жизнеспособна. Если мы сейчас в лесу выкопаем подобного размера липу, мы увидим 3-4 корня вот с мою руку. И все. В Благовещенске опытные инженеры и биологи столкнулись с проблемой. Это сильные ветра. Прежде чем высадить липы вдоль площади Ленина, для них основательно подготовят ложи. Держать растения в земле поможет жесткая сетка, прикрепленная анкерами к бетону. На следующий год уже, конечно, будет понятно, насколько комфортно оно вообще себя чувствует в наших условиях, если на следующую весну откроется почка. Если откроется почка, будет понятно, что корневая система пытается прижиться. Но кроме того, что просто корни в почву выпустятся, будет питание дерева, у нас есть куча других стрессовых факторов. Специалисты из Хабаровска, которые привезли в Благовещенск больше 4 тысяч кустарников и 250 деревьев, уверены, уши их питомцам условия прижиться точно не помешают. Растения, которыми украсят площадь из Квермухина в ближайшие недели, расцветут уже этим летом. Все культуры дальневосточные или сибирские. И разноцветные листа растения – это спиреи, это пузыри плодники, цветущие, то же самое, в принципе, спиреи, сирени сортовые интересные очень. Многолетних цветов будет очень много. На Дальнем Востоке сейчас такого грандиозного нет, нет озеленения прям в таком объеме. Горожан очень просят сохранить озеленение. Не стоит ходить по корням, обнимать ради фотографии и обрывать листву. Растения живы и реагируют на каждое постороннее прикосновение. Благовещенцы отметили Радоницу. Это весенний день поминовения усопших. Посетители кладбища на 8-м километре Новотроицкого шоссе, пользуясь хорошей погодой, убирали могилы родных, сажали цветы, красили оградки, зажигали свечи. Историями жизни своих родственников и особыми традициями родительского дня благовещенцы поделились с нашей съемочной группой. Каждый год вместе с мужем и дочкой Лидией Чернышева приходит почтить память родителей, которых похоронили здесь в 90-х. С собой традиционно приносят сдобу и сладости, и что покрепче. Навещают родных не только на Радоницу, на все памятные даты и когда соскучатся. Наводят порядок на захоронение их регулярно, приносят новые цветы. Правда, надолго тут сегодня не задержатся. Нужно еще успеть на могилы родителей супруга и ехать на соседнее кладбище. Сейчас вот поедем у нас. В этом году мы похоронили дочки мужа. Ему 43 года. То есть он нам был как сын. Это очень большая трата для нас и очень большое горе. Он у нас похоронен на 17-м километре. Поэтому вот сейчас мы здесь положим и поедем на 17-й километр. Привезти в порядок оградку на могилах мамы, бабушки и прабабушки пришла Татьяна Кубарева. Красит ее второй день. Помянула родственников накануне. Перенесла цветы, кулич и яйца, которые за ночь исчезли без следа. Поставила свежие. Еще одна традиция, которую Татьяна чтит – чтение молитвы, слова которой передаются из поколения в поколение. Своих родственников Татьяна вспоминает только с теплотой и любовью. Та любовь, которую они мне привили, фактически, вот это все пронесено по жизни. Любовь ко всему абсолютно. То есть не быть ни злобивым кому-либо, каким-либо действием. Фото основное. Григорий Любушкин прибираться на могиле своего славного деда успел накануне. Осталось принести цветы. Говорит, дедушка заслужил добрую память не только в своей семье, но и в народе. Был героем соцтруда, в войну руководил совхозом партизан. Снабжал фронт продуктами. Семью он воспитал очень хорошую. Сын у него был капитаном теплохода Миклуха Маклай Невельской. Виктор Григорьевич Котенко тоже его в городе, его область очень знает и уважает. Поэтому оставить без памяти могилы просто не может. В день поминовения усопших каждый старается посетить кладбище, а верующие еще и молятся за души усопших. При этом не принято оплакивать родных и близких. Родительский день хоть грустный, но светлый. Благовещенцы хранили соленья и картошку в склепах. Для этого раскапывали захоронения и выкидывали оттуда человеческие останки. Оставшиеся могильные камни долгое время хранились под гаражом на Вознесенском кладбище. Открылись на всеобщее обозрение после его демонтажа. Сколько еще находок ждет краеведов, остается только догадываться. Компания по вывозу незаконных построек только стартовала. О том, что кампания по вывозу незаконно установленных гаражей стартует в мае этого года, мэр Олег Мамеев сообщил два месяца назад. И дал время собственникам решить этот вопрос самостоятельно. Но позаботились о своем имуществе всего два десятка человек. Тем самым сэкономив для городского бюджета около полумиллиона рублей. Остальные решили бороться за место до последнего. С решением убрать гаражи собственники категорически не согласны. И то, что ходят буквально по костям, их не смущает. Напротив, Евгений Гайдамачук считает, что местные владельцы боксов следят за историческим местом. Мы тут сами и субботники устраиваем, мусор убираем. Посмотрите, где субботники, посмотрите вокруг. Так мы насобирали кучи, нам сейчас надо вывозить. Судя по количеству мусора, субботник либо был неэффективным, либо сами же собственники успели снова захламить территорию. Право на которую готовы отстаивать даже перед президентом. Первый шаг уже сделали. Написали письмо в приемную Владимира Путина. Но тщетно. Вывоз гаражей с Вознесенского кладбища запланировали еще в 2018-м. Кому все это нужно, Евгений Гайдамачук не понимает. Рассказывает, боксы стоят здесь с 70-х годов прошлого столетия. После того, как кладбище разрушили. А гаражи начали как раз после этого, как разрушили кладбище, как они мне все рассказали, после этого только стали завозить сюда. Дали разрешение, устное там или что. А чтобы каких-то бумаги оформить или ничего, никогда ни разу не давали ничего. Теперь придется или продать гараж с последующим вывозом, или убрать его с территории кладбища самостоятельно. Последний вариант собственники начали выбирать сразу после того, как увидели, что демонтаж начался. Почему решили сами вывозить? Продаем хоть за копейки. Да не надо нас снимать, потому что мы пенсионеры. Почему решили сами вывозить? Я хочу бесплатно заплатить. Бесплатным этот процесс точно ни для кого не будет. Демонтаж 228 гаражей обойдется городскому бюджету почти в 8 миллионов рублей. Возместить эти затраты придется самим собственникам. Пути два. Первый – забрать бокс в место хранения, при этом показав документ на участок, где он будет установлен, и квитанцию на оплату погрузки-выгрузки и транспортировки гаража. Есть и другой путь. Если владелец не заберет имущество в течение полугода, его пустят с молотка. Вырученные деньги пойдут в городскую казну. Сегодня второй день вывоза гаражей. Сегодня вывозят железные гаражи. Бок о бок с владельцами на кладбище местные краеведы. Благодаря их инициативе компания по вывозу стартовала именно с Вознесенского кладбища. Они уверяют, обидеть никого не хотят. Просто устанавливать боксы на костях предков недопустимо. Да и относились собственники к останкам в Варварске. Вот так владельцы гаражей относились к нашей истории. То есть под угол гаража положить могильную плиту, а внутри гаража в тишине, в покое, чтобы никто не видел, уже раскопать землю, разрушить склеп, и, соответственно, там выбросить останки, и какие-то устроить полочки, хранить баночки и все остальное. Именно поэтому многие не понимают, зачем, для чего и так далее. А цель именно вот история. Краеведы намерены историю сохранить. Вознесенское кладбище – первое в областной столице. Ему суждено стать сквером. Краеведы уже разработали три проекта благоустройства и представят их жителям на следующей неделе в Точке кипения. Выпуск продолжат новости короткой строкой. Кратко о наиболее значимых событиях к неделе расскажем прямо сейчас. В начале недели в Благовещенске собирали деньги на похороны 21-летнего парня, который погиб, заступившись за девушку. Во время массовой драки на пересечении улиц Театральной и Амурской. Потасовка со смертельным исходом случилась рано утром 9 мая. Подозреваемые под стражей. А в среду горожане принесли цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу на набережной Амура. Он образовался у ротонды в память о жертвах трагедии в Казани. Днем позже в Преамуре задержали 17-летнего жителя Тамбовского района, который пообещал в соцсетях повторить Казань в 27-й школе Благовещенска. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Под жилую застройку в Благовещенске выделили 7 перспективных участков. Еще 4 территории определили по области. В течение 4 ближайших лет в регионе планируют сдать более 800 тысяч квадратных метров жилья. Три медсестры ковидного госпиталя, который работает на базе горбольницы, получили благодарности от председателя ЗАГС Собрания области. Весь персонал порадовали коробками с витаминами. Любители погонять по бездорожью смогут виртуально поколесить по Преамуриум. Карту нашего региона добавили в популярную видеоигру симулятор. В областном центре завершился весенний этап акции «Город-берегу». Участники субботников привели в порядок 318 участков. Собрали и вывезли на свалку 900 тонн мусора. За вклад в общее дело горожан поблагодарил мэр Благовещенск Олег Имамеев. Вы смотрите «Город. События. Люди» и мы продолжаем. В Астрахановке торжественно открыли летнюю навигацию. Первыми на боевое дежурство по охране государственной границы вышли два корабля и четыре катера. Провожали личный состав по традиции с торжественным построением и вручением запеченных молочных поросят. Но пандемия все же внесла коррективы в праздник. Какие – узнаете из сюжета. Последние минуты перед уходом на границу и возможность еще раз осмотреть корабль. Сергей Беломеснов третий год в должности командира. Признается, службу, конечно, можно считать романтичной, но легкой точно не назовешь. Основная задача пограничников – охранять госграницу на Амуре. И не только. Немаловажный момент – это оказание помощи людям, которые как потеряли ориентировку и могут утонуть. Либо просто отдыхающие в состоянии различного, либо опьянения, либо по разным причинам, которые могут утонуть. Поэтому мы им будем оказывать помощь также. Каждый год катерами достаем из воды людей, которые уже не могут самостоятельно выбраться на берег. Оказываем первую медицинскую помощь. У шеф-повара корабля задача немного другая – сытно накормить экипаж, и чтобы было вкусно. Вячеслав Горбов на кухне с 6 утра до 8 вечера, несмотря на четкий распорядок, успевает и покреативить. Своих боевых товарищей, бывает, балуют блюдами Поднебесной. До того, как устроился на корабль, работал в ресторане вместе с китайскими коллегами. В праздники, например, в грядущий день пограничника, заморочился над особым меню. Мясо запеченное сделаем с овощами или еще что-то. Такое более необычное. Не просто там жареное какое-то такое. Отбивную, допустим, стейк какой-то можно будет приготовить. Вот. Салаты там различные, допустим. А перед торжественным построением Вячеславу пришлось поработать над запеченным молочным поросенком. Его уходящий на границу экипаж разделит во время праздничной трапези на судне. Это традиция. Другую пришлось нарушить из-за коронавируса. Обычно на плацу рядом с членами экипажа – жены, дети, родители и самые близкие. Но в этом году присутствовать им не разрешили. В длительную навигацию пограничников провожали их сослуживцы, начальник управления, пожелавший им 7 футов под килем, и священник, окропивший моряков святой водой. После подпрощания славянки пограничники ушли к местам несения службы. Увидеть свои семьи, хоть и издалека, защитники родины смогли 9 мая. Корабли поучаствовали в прохождении строя по Амуру вдоль набережной. Пять горожанок приняли участие в первой экскурсии мамохода. Маршрут прогулки молодых мам и малышей пролег по набережной Амура. Кому так и не удалось сконцентрировать внимание на рассказе экскурсовода, и почему организаторам акции после первого похода пришлось срочно менять название, расскажем в сюжете. Это не групповая прогулка соседок по палате роддома. Горожанки видят друг друга впервые. Пришли на экскурсию для мам, которую организовал Благовещенский союз женщин. Маршрут стартовал в горпарке. Здесь и так частенько с четырехмесячной дочерью Алиной прогуливается Юлия Теплова. В Благовещенске живут чуть больше года. Переехали из Комсомольска на Амуре. Узнать про областную столицу времени не было. Слетали в отпуск, отсидели карантин, потом ждали ребенка. Как узнала про акцию, записалась не раздумывая. Но сконцентрировать внимание на экскурсоводе – та еще задачка. Так как она плакала у меня почти всю экскурсию, поэтому... Я не туда буду стою. Придете на вторую, да? Да, обязательно. Как только участницы экскурсии вышли из горпарка, внимание трехлетней Евы Трофимовой привлекли воздушные шары. Как тут отказать? Группа ждет, пока мама девочки Марина расплачивается за вполне предвиденную покупку. Самое главное – взять с собой карточку и деньги. Что если ребенок что-то будет просить, то можно было всегда купить. Мы каждую неделю мамочки с детьми куда-нибудь выходим. Очень часто мы выезжаем за город в походы, организуем походы семейные, мама и малыш. На первый мамоход организаторы собирали группу до 10 человек. Записались 7, пришли только 5. За час мамы с малышами прошагали от городского парка до дома купца Котельникова. Экскурсовод рассказала про основателей Благовещенска, о первых жителях города. Возле Триумфальной арки предложила загадать желание. Заверила – оно сбудется, если зайти под арку со стороны Амура. Кстати, к отвлекающимся мамам руководитель экскурсии отнеслась спокойно. У нее у самой маленький ребенок. Я старалась сегодня подбирать информацию так, что даже если что-то не услышали, я повторяла, если кто-то отвлекся. Но, конечно, специфика того, как быть мамой, она всегда накладывает свои отпечатки, но ребенок всегда важнее экскурсии. Поэтому мне, как экскурсоводу, не доставляло это никаких проблем или хлопот. На следующую экскурсию приглашают уже отцов. Акция сменила название из-за претензий одноименной торговой марки. О времени и месте проведения по походу организаторы сообщат заранее. А сейчас немного о том, как в городе отметили День Победы. Все торжества не поместились даже в праздничный спецвыпуск. А потому сегодня предлагаем краткий обзор основных. В канун 9 мая в небо над Благовещенском взмыло легендарное Знамя Победы. Копию штурмового флага подняли на 75-метровый флагшток на набережной Амура. В торжестве поучаствовали курсанты ДВОКУ, юнормейцы, губернатор области Василий Орлов и мэр Благовещенск Олег Имамеев. Наш город славен традициями. В нашем городе свято чтут память о тех солдатах, которые отдали свою жизнь за наше будущее. Я искренне всех поздравляю с наступающим праздником Днем Победы. Всем мирного неба над головой. Прежде чем поднять знамя, глава региона Василий Орлов поблагодарил поисковиков, которые собирают сведения о солдатах. Амурчане нашли данные о 20 тысяч человек, которые погибли или пропали без вести на полях сражений. Последние шесть лет поисковики работают на территории Волгоградской области. Наиболее плодотворным был 19-й год, когда мы подняли восемь бойцов. Причем три из них были с медальонами. Два медальона удалось прочитать. По одному медальону даже найдены родственники. Этот воин перезахоронен теперь у себя на родине в Тамбовской области. Самым волнительным моментом все же стала церемония поднятия копии знамени Победы на флагшток. Впервые штурмовой флаг 150-й Ордена Кутузова 2-й степени Ядритской страховой дивизии был водружен 76 лет назад над Рейстагом. У Благовещенский поднять в небо копию знамени предложили сотрудники ДВОКУ. Теперь флаг площадью 415 квадратных метров весом 45 килограммов будут поднимать в преддверии Дня Победы ежегодно. А 9 мая по главной улице областной столицы к восторгу нескольких сотен зрителей прошли 45 парадных расчетов военнослужащих Благовещенского гарнизона. Силовики, юные патриоты, всего больше двух тысяч человек. После парад переместился на Амур и в небо. Самыми главными гостями шествия стали ветераны Великой Отечественной войны. Их в Амурской столице осталось всего 33. Те, кто смог прийти, с трепетом наблюдали за праздником и поделились своими историями с нашим корреспондентом. Войска Благовещенского гарнизона для парада вознаменования 76-й годовщины Победы Великой Отечественной войне построены. Ура! 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 Нацисты превратили в руины 1710 наших городов и более 70 тысяч села-деревень. Но самой страшной утратой стала гибель 28 миллионов советских людей. Большей частью мирных граждан, включая детей. Открывает парад победы легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 «Боевая подруга». Я попал в 3-й украинский фронт. Мы с участка на участок перебрасывались и дали командование отдых. И в то же время строго сейчас же окопаться. Три «Катюши» заходят сразу, разворачивают. Еще не успели мы разобраться, в чем дело. Уже полетели снаряды. А немец-то хватился, их хотел уничтожить. Да обстрелял нас. Мой дед по маминой линии, мой дед по папиной линии. Они оба были участники войны. Слава Богу, они там выжили, вернулись. И для меня это вечная память и вечная благодарность тому подвигу, который сделали для моей семьи, для моего будущего, для нашего народа. Хорошо, молодцы. Просто приятно было смотреть. Очень приятно. Ну, даже не ожидали такого. Приятно на все это смотреть. Это же ради нас все сделано. Ну, а мы сделали для народа. Достанется. Завершилось празднование Дня Победы ярким пятиминутным фейерверком. Небо над областной столицей раскрасили больше двух тысяч залпов. Они зажигались на высоте от 30 до 250 метров, поэтому были видны из разных уголков города. Те, кто пропустил салют 9 мая, смогут увидеть его прямо сейчас. Дня Победы ярким пятиминутным фейерверком. Дня Победы ярким пятиминутным фейерверком. Итоговая программа подошла к концу. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. Смотрите также наши ежедневные новости город. В них всегда самые актуальные темы. Читайте нас во всех социальных сетях. Если у вас есть информация, звоните 52-42-02. До встречи в эфире. День Победы ярким пятиминутным фейерверком.